Я включил очень-очень громко музыку и слушал на весь двор. Музыка хорошая, играла Света. Мы в машине у тебя целуемся, перед встречей каждый раз волнуемся. Короче, вот, проезжайте, мешать мне со Света целоваться в машине. Еще до того, как полицейские нарушили покой молодого человека, он сам мешал и немало раздражал своих соседей. Перекрыв дворовый проезд, водитель на полной громкости слушал музыку. Вскоре один из местных автомобилистов попросил его переставить машину и освободить дорогу. Парень спорить не стал и припарковал Кею чуть дальше. И со слов знакомого водителя, это было не иначе, как подстава. Я видел то, что машину, его перегоняли, потому что его принудили, чтобы он сюда переехал. Машина вот стояла вот там вот. И это все видел. Это мой сосед, хороший. Он сразу сказал, тут, говорит, живет очень странный человек, который бьет машины. Вот, говорит, цератор разбил. Я тебе, говорит, брат, просто советую, здесь машину не ставить. Около недели назад в соцсетях появились сообщения о неадекватном жильце дома по улице Меридианы и его странных выходках. Он то гуляет по двору с ножом, пугая людей, то бьет припаркованные машины. По неофициальным данным, от его рук и ног пострадало не менее пяти автомобилей, включая и его собственные. Тот самый, которым он якобы не управлял до задержания. Машина по факту не на ходу, но заводится. Потек радиатор. Автомобиль перегревается. На нем ездить невозможно, девушка. По словам соседей, парень этот неплохой и с хорошей семьей. Однако, как только связался с новой компанией, жизнь пошла под откос. Сломал руку, разбил машину и попал под пристальное внимание полицейских и медиков. У меня в машине гашиш есть, будешь? Гидропоника будешь? Не говорю. Не. Занюхаемся? Занюхаемся, крошка. Сейчас в клуб рванем. У меня свой клуб же. Помимо очередной 264-й статьи, водителю предстоит ответить за плевок в полицейского, после которого на задержанного надели наручники. Но оскорбления и угрозы продолжались и после этого. Я ему сказал, ты наручники вот эти сними, дверь открой, давай по разам с тобой встанем. Я тебя, мусорскую шлюху. Я говорю, так... Говорят вам. Ау. Вам сказали, не выражайтесь. Ну это же шлюха. Не надо так выражаться. Я же братан. Вот ты братан, вот ты братан. Вы же на всю публику выражаете. Вот ты лейтенант, лейтенант. Нет. Я тебя майором сделаю, я тебя подполковником сделаю, понял? Я тебя генералом сделаю. Лично. За год. Ну я же что-то рукой потрогал, а ты вдруг спирт дай это в другую. А ты спирт не трогал? Нет, не трогал. Дай я тебе пальцы понюхаю. Смертельная доза одного минимум, да? 0,533. За последний месяц молодой человек попадается в нетрезвом состоянии за рулем в четвертый раз. Однако судебных заседаний еще не было. Автомобиль снова отправился на штрафстоянку, а его владелец в отдел полиции не исключено, что наказание не ограничится административным.